здравствуйте уважаемые участники российской студенческой олимпиады я профессионал я приветствую вас на нашем уже втором вебинаре первый вебинар состоялся 8 ноября и сегодня мы в рамках нашего вебинара хотим рассказать вам о том каким образом пройдет отборочный этап а он уже не за горами меня зовут белинова наталья я председатель методической комиссии по направлению педагогическое образование дошкольное и я представитель вуза организатора нижегородского государственного педагогического университета имени казьмы минина и так уважаемые участники 15 ноября закончилась регистрация на нашу олимпиаду нарастающим итогом на все семьдесят три направления у нас зарегистрировалась почти 670 тысяч участников это отличный результат который показывает вашу заинтересованность и ваше желание провести этот год интересно весело и с пользой из этих 670 тысяч семь тысяч пятьсот семьдесят семь участников это те кто зарегистрировались на наше направление педагогическое образование дошкольное отличный результат спасибо вам большое за проявленное внимание мы надеемся что именно таким составом мы пойдем с вами дальше будет весело будет интересно и некоторые моменты я еще раз проговорю зачем нам это надо зачем нам это надо напомним что дает олимпиада ну во первых для студентов старших курсов олимпиада дает прямой выход на следующую программу программу магистратуры а именно большие льготы при поступлении в магистратуру многие педагогические вузы внесли изменения в правила приема и готовы принимать наших олимпийцев без вступительных испытаний да соответственно диплом медалиста победителя или призера дает вам такую возможность спешите ей воспользоваться также все зарегистрировавшиеся участники получают возможность пройти стажировку прошу прощения оговорилась также студенты старших курсов и естественно наши медалисты получают существенные денежные премии но ни один участник который идет с нами в этой олимпиаде не останется без внимания потому что сертификат участника олимпиады несомненно станет главным украшением вашего профессионального портфолио и так двигаемся дальше несколько слов о таймлайме нашей олимпиады 15 ноября закончилась регистрация закончилась с отличным результатом мы очень этому рады завтра стартует отборочный этап по всем направлениям отборочный этап пройдет с 18 ноября по 4 декабря те кто успешно справится с заданиями отборочного этапа придут к нам на полуфинал и по педагогическому образованию дошкольному мы проведем полуфинал в феврале соответственно полуфиналисты которые успешно справятся с этим этапом приглашаются на финал и финал мы проведем в марте апреле сроки будут определены позднее напоминаю еще раз что отборочный этап проходит дистанционно в виде тестирования на платформе яндекс контест полуфинал проходит дистанционно но с подключением к видеоконференции связи ехать никуда не надо необходимо быть готовым провести с нами день в формате видеоконференции финал мы проводим очно в нижнем новгороде на площадке вуза организатора мининского университета в мае подводим итоги награждаем наших победителей итак отборочный этап по педагогическому образованию дошкольному мы проводим для вас в три временных слота 20 ноября с 9 утра до 18.00 время московское 26 ноября с 7 утра до 19.00 и 1 декабря с 9 утра до 19.00 время напоминаю московское поэтому правильно рассчитывайте свои возможности и присоединяйтесь к нам для прохождения отборочного этапа что значит эти три дня эти три дня значит что вы можете выбрать для себя удобный день и удобное время для прохождения теста на платформе яндекс контест это не значит что вы начали делать тест 20 и по каким-то причинам его не закончили решили продолжить 26 так нельзя попытка сгорит еще раз обращаю внимание выбирайте удобный день удобное время но как только вы приступили к выполнению теста пожалуйста закончите его у вас всего одна попытка на выполнение тестирования дается два часа уверяю вас этого больше чем достаточно также если вы упустили какую-то информацию да не сразу подключились или у вас нет возможности подключиться или у кого-то из ваших товарищей сокурсников нет возможности подключиться все вебинары которые мы проводим а также образовательные события мы размещаем на платформе олимпиады да вот небольшой скрин заходите на главную страницу олимпиады я профессионал выбираете вкладку вебинары до ноября мы уже выставили на странице данный вебинар также скоро там будет выставлен появится вы сможете его пересмотреть уточнить какие-то детали всем участникам которые прошли отборочный этап выдается сертификат сертификат вы сможете скачать из личного кабинета тестирование включает 25 вопросов итогом вы можете получить максимально 100 баллов это значит что каждый вопрос у нас оценивается в 4 балла каким образом вы можете пройти тестирование где его найти как только вы зарегистрировались у вас вы получили доступ в ваш личный кабинет он выглядит приблизительно так вы видите ваш профиль фамилия имя отчества контакты и айди у каждого участника есть свой уникальный айди из профиля вы можете перейти во вкладку мои направления и сейчас во вкладке мои направления вам уже доступна демо версия теста она аналогично тем тестовым вариантам которые будут предложены собственно на отборочном этапе поэтому дерзайте проходите также в демо версии мы разместили источники которые мы рекомендуем использовать при подготовке к прохождению отборочного этапа и здесь же в указанные даты напомню это 20 ноября 26 ноября и 4 декабря появится доступ да с кнопкой перейти непосредственно в само тестирование ну нам кажется все очень просто интуитивно понятно и вы не потеряетесь вы обязательно к нам присоединимся присоединитесь что мы включаем в тестирование в тестирование мы включили для вас следующие тематические направления естественно основным вектором дошкольного образования и является федеральной государственный образовательный стандарт дошкольного образования и поэтому обязательно будут вопросы так или иначе направленные на знание стандарта и на знание второго важно нормативного документа это основной образовательной программы дошкольной образовательной организации Основной блок вопросов посвящен нашим образовательным областям. Это, собственно, методики по образовательным областям физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие и образовательная область, познавательное развитие. Все четко по стандарту. Будет ряд вопросов, который направлен на выявление знаний терминологии и фундаментальных основ дошкольного образования, то есть теория воспитания, дошкольная педагогика и детская психология. Вот те тематические блоки, которые мы заложили в наше тестирование. Давайте рассмотрим несколько примеров вопросов. Мы благодарим Ассоциацию педагогов дошкольного образования, то есть представителей профессионального сообщества, которые участвовали в разработке вопросов, предоставили нам ценный материал и сделали акцент именно на практикоориентированность наших вопросов. Коллеги, мы вас очень за это благодарим. Уже шестой сезон вы оказываете нам большую помощь в подготовке именно педагогических заданий. И таким образом наши педагогические задания непосредственно, напрямую связаны с практикой, приходят, что называется, из самого детского сада, от самих педагогов-практиков. Итак, вопрос, который вы сейчас видите на экране, мы видим, что он носит глубоко фундаментальный характер. Какие современные концепции объясняют феномен детства? Это вопрос из тематической области детская психология. Соответственно, основным здесь является словосочетанием современные концепции. И я думаю, интуитивно даже студенты-первокурсники, которые еще только начали осваивать этот материал, но уже очень многое знают о педагогическом дискурсе, смогут правильно выбрать ответ. Обратите внимание, что в этом году у нас только тестовые вопросы. В прошлых сезонах были кейсы. На каждый вопрос предполагается только один вариант ответа. Множественного выбора ни в одном из тестирований не предполагается. Поэтому выбираем один вариант ответа. Вопрос, который вы видите на экране, традиционного формата. То есть вопрос, четыре варианта ответа, выберите правильный. Двигаемся дальше. Еще один вопрос. Это из демо-версии. Что представляет собой совокупность наиболее общих способов решения воспитательных задач и осуществления взаимосвязанной деятельности взрослых и детей для достижения воспитательных целей? Что здесь мы видим? И что мы хотим выявить таким вопросом? Ну, разумеется, знание терминологии. Что мы видим? Общих способов решения задач. Что такое способ? Способ – это метод. Это не средства, не технологии, не формы. Способ – это метод. Поэтому простым соотнесением двух синонимов мы выходим на правильный вариант ответа. Методы воспитания. Данный вопрос из тематического направления, теории воспитания. Или же дошкольная педагогика – этот вопрос там тоже рассматривается. Следующий вопрос. Выберите из предложенных вариантов средства воспитания детей дошкольного возраста. Каким образом мы будем на него отвечать? Давайте порассуждаем. Средства воспитания. Ну, опять же, вопрос на знание терминологии и на соотнесение этой терминологии. Экскурсия – это метод. Проблемные вопросы – это прием. Занятие – это форма. Соответственно, игровая деятельность является основным средством воспитания детей дошкольного возраста. Хотя мы знаем, что она может рассматриваться и как метод. И данный вопрос из тематической области – дошкольная педагогика. Следующий вариант вопроса. Обратите внимание, это вопрос повышенной сложности, повышенного уровня сложности. Смотрите на него внимательно. Как он выглядит? Каким образом он выглядит? Какие из проведенных утверждений верны? Мы даем два тезиса. Тезисы представлены на экране. Ведущим методом вовлечения детей в научно-техническое творчество является метод прикладных творческих проектов, в основе которых лежит ситуация познавательного поиска. И ведущим методом вовлечения детей в научно-техническое творчество является метод проблемно-игровых ситуаций, в основе которых лежит поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явления. Какое из этих утверждений верно? Наиболее верным является в данном случае утверждение А, поскольку для детей дошкольного возраста, для методики дошкольного образования не характерны такие операции, как анализ каких-то отдельных фактов с последующей их расшифровкой. И это у нас дошкольная педагогика, а именно образовательная область, познавательное развитие. Следующий вопрос тоже повышенного уровня сложности. Посмотрите на его формат, посмотрите на его формат, в каждом тесте есть такие вопросы. И пусть вас этот формат не пугает. Установите соответствие между группой задач развития речи детей дошкольного возраста и самой задачей. Представлено четыре группы задачи. Воспитание звуковой культуры речи, развитие словаря, формирование грамматического строя речи и развитие связной речи. Давайте размышлять. Итак, первая группа, один. Видим задачу освоения значения слов и их уместное употребление. Слова это лексика, лексика это словарь, это не наша задача. Двигаемся дальше. Обучение правильному звуку произношению. Звуки это звуковая культура речи. Соответственно, один соотносится с Б. А, как мы уже понимаем, слова это лексика, лексика это словарь, соотносится с группой задач два. Двигаемся дальше. Развитие умений речевого этикета. Это общение, это область общения. А общение мы изучаем и даем детям в блоке развития связной речи, монологической, идеологической. Соответственно, у нас четыре будет соотноситься с В. И задача Г. Освоение способов синтаксической конструкции речи соотносится с формированием грамматического строя речи. У нас в грамматике три блока морфология, словообразование, синтаксис. Видим синтаксис, безошибочно соотносим задачу В с группой задач три. Ничего сложного. Даже на интуитивном уровне, даже студентам, первокурсникам, которые еще только приступают к изучению методики, технологий дошкольного образования, такие задания вполне по плечу. Ну, я на прошлом вебинаре это говорила и повторю сегодня, что, уважаемые участники, педагогика у нас в крови. Мы с вами все ходили в детский сад, мы все ходили в школу. И осознанно, а чаще неосознанно, весь этот материал, который сейчас вы осваиваете в ВУЗе, он так или иначе знаком, понятен, доступен. Да, мы лишь учимся облекать те или иные явления, действия в термины, узнаем, кто из ученых стоял за этой терминологией, стоял за той или иной теорией. И, конечно же, узнаем много новых, интересных, креативных способов работы с детьми. Пусть вас не пугает такая формулировка, как повышенный уровень сложности. Просто необходимо сосредоточиться, проявить чуть больше внимания для того, чтобы правильно указать вариант ответа. Образовательное область, речевое развитие. И еще подобный вопрос. Установите соответствие между формой организации трудовой деятельности дошкольников и ее характеристикой. Дается форма, индивидуальный труд, труд рядом, общий труд, совместный труд. И дается формулировка. И если вы прочитаете эту формулировку внимательно, все становится понятно, даже если вы не являетесь студентом выпускного курса и не написали несколько курсовых работ и дипломную работу по этой теме. Каждый из детей отвечает за качество выполнения определенного этапа. Участники находятся в прямой зависимости друг от друга. Конечно же, это совместный труд, прямая зависимость друг от друга. Ребенок от начала до конца выполняет труд индивидуально. Понятно, что это индивидуальный труд. Несколько детей трудятся одновременно. Каждый выполняет свое задание, работает в своем темпе. Детей объединяет место трудового процесса, но они могут выполнять каждое свое задание. Мы понимаем, что это труд рядом. И, наконец, детей объединяет общее задание. И сразу уже становится понятно, что, разумеется, это общий труд. Еще раз говорю, это не высшая математика, это не квантовая физика. Это то, что уже, уважаемые участники, у нас с вами в крови и в опыте. В крови и в опыте. Какие источники мы рекомендуем для подготовки? Ну, разумеется, посмотрите обязательно образовательный стандарт дошкольного образования. Терминологии, образовательные области, расшифровка этих образовательных областей. Это все там. И наши уважаемые работодатели, представители Ассоциации педагогов дошкольного образования подчеркивают, что они в первую очередь опирались на государственный образовательный стандарт. На экране вы видите ряд учебников. Но это рекомендуемые учебники. Мы понимаем, что каждый вуз берет свой набор учебно-методических комплектов. Их на самом деле не так уж и много, но дошкольная педагогика, детская психология, они остаются дошкольной педагогикой и детской психологией, то есть фундаментальной наукой, которая не сильно отличается из учебника в учебник. Методы, приемы, средства, формы организации образования, они всегда одни и те же. Мы рекомендуем для самоподготовки электронные педагогические библиотеки и периодические издания онлайн. Мы их рекомендуем как для подготовки к отборочному этапу, так и взять их на вооружение на будущее. Поскольку вы будете готовиться к полуфиналу, к финалу, вы будете осваивать материал в рамках вашей образовательной программы в ВУЗе. Пожалуйста, возьмите эти источники на заметку. Хорошая коллекция, хорошее собрание. В периодических изданиях онлайн свежие, актуальные, практикоориентированные статьи. Поэтому также рекомендуем, сами ими пользуемся. Надеемся, что и вам они также послужат на пользу. Ну и, наконец, вебинары. Это наши любимые коллекции вебинаров, которые мы тоже рекомендуем взять на вооружение, просматривать, особенно на этапе полуфинала или финала. В вебинарах всегда есть интересные форматы, интересные технологии, интересное оборудование, которое вы тоже можете взять на заметку и придумать, может быть, какой-то свой проект, с которым вы в дальнейшем и пойдете на этапы полуфинала и финала. Итак, уважаемые участники, кратко мы рассмотрели формат тестирования, который мы вам предлагаем на отборочном этапе. Я надеюсь, что мы вам убедительно показали, что это несложно. 25 тестовых вопросов. Вопросы мы вам продемонстрировали содержательно, вы поняли, о чем будут эти вопросы. Осталось только правильно выбрать время, выйти в эфир на Яндекс.Платформу и пройти это тестирование и перейти в следующий этап, в полуфинал. Если у вас есть вопросы, вы можете нам написать. Адрес Орбкомитета представлен на слайде. Или присоединяйтесь к нашей группе в Телеграм. Мы вас также будем информировать о всех текущих событиях и с удовольствием ответим на ваши вопросы. Есть ли у нас вопросы у наших участников сейчас? Давайте посмотрим. Да, Северо-Осетинский государственный университет. Мы вас приветствуем, наши вузы-партнеры и наши участники из сезона в сезон. Активные участники. Так, уважаемые коллеги и уважаемые участники, я вижу приветствия. Вижу приветствия. Мы также вас всех рады видеть, чувствовать, ощущать. Надеемся увидеть вас на нашем отборочном этапе и на последующих этапах. И вопросов я не вижу. Ну, еще раз говорю, если вопросы появятся, появятся какие-то комментарии, пожалуйста, наша группа Телеграм. Мы всегда на связи. Мы всегда на связи. Здравствуйте, коллеги. Увидимся. И успехов нам в тестировании. Мы всем желаем успешного прохождения этого этапа. И, да, с началом нас сезона, с началом нашей активности. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok